И мы начинаем наш второй урок FL Studio для чайников, ориентированный на тех, кто любит больше работать с аудиозаписями. Первое, что я хочу, показать новые три кнопки, которые позволяют нам работать более удобно. В прошлый раз у нас трек-лист, в прошлом уроке трек-лист был таким маленьким. Вот здесь вот размещались инструменты, а внизу пульт. Вот, когда вы пишете большую композицию, это очень неудобно. Поэтому я люблю, чтобы трек-лист был развернутый. И как мы можем быстро переключаться между этими тремя окнами. Вот, первое окно это трек-лист, который у нас сейчас выведен на экран. Вторая кнопка это, вернее она здесь уже третья, это наши инструменты. И четвертая кнопка это пульт. А вторая кнопка это пиано-ролл. То есть, про него я расскажу. В каком-то из следующих уроков, может быть и в этом, в пиано-ролле мы можем писать партию инструментов. То есть, выделяем инструмент, и здесь вот слева видим клавиши, вверху это график времени. А вот здесь вот мы можем писать ноты, но это так вкратце. Вот, то есть, трек-лист, пиано-ролл, инструменты и пульт. То есть, микшер, миксер. Вот, далее я покажу парочку записанных уже мной треков, которые я записывал при включенном... при включенном драйвере, вот этот вот, AzeoFall. Как я уже говорил в прошлом уроке, когда он включен, у меня не пишется звук с микрофоном, потому что FL Studio в этом случае захватывает полностью все аудиоустройства, чтобы ничто не помешало записи звука нормально. Вот, поэтому я сейчас перетащу вот отсюда. Погно. Перетащу на трек-лист. Вот, перебор записанный. Вот видите, слева, я потом покажу, как сюда поместить то, что вы записывали. Когда вы нажимаете на какой-то аудиоклип, аудио сэмпл, то он для примера уже звучит. Вот, в прошлый раз мы записывали аудиоклипы, и я не показал, куда они записываются. Записываются они... Вот, аудиоклип. Ну, здесь понятно, вот... Появляется такая иконка, это сам сэмпл. То есть его можно отсюда перетаскивать на трек-лист. Можно отсюда перетаскивать на трек-лист. Можно просто взять, да, и с проводника Windows перетащить на трек-лист. Но когда мы только записали наш сэмпл, куда он записался именно физически, на диск. На диск он записался вот в эту папочку. Слайсит аудио. Видите, здесь куева туча вот этих вот сэмплов, которые когда-нибудь записывались. Они все сюда ложатся или кладутся. Где это физически находится? Чтобы узнать, где физически находится любая штука, которая вот здесь слева расположена, нужно просто кликнуть правой кнопкой по ней и нажать Open. И вот путь, куда это все записывается. Это мои документы, моя пользовательская папка. Здесь вот есть папка ImageLine, DFL Studio, Audio, SliceIt Audio. Но мне почему-то удобнее размещать все в ПАКСе. Вот ПАКС. И здесь вот папочка My. Это уже я ее создал. Значит, где у нас располагается папка Pax. Пэкс. Пэкс. Опять нажимаем Open. Она уже, мы видим, что располагается не в моих документах, а в той папке, где у меня установлена программа FL Studio. Вот путь к ней. Если мы в ней создаем какую-то папку, а в той папке еще папки, то у нас весь этот путь отображается вот здесь вот. ПАКС. Вот папка My. И вот Ютер и Воканс. Вот 80 это скорость, я обозначил, с которой я записывал, чтобы знать, с какой скоростью это все писалось. И вот здесь вот сэмплы. Один из них сохранен в виде MP3 и другой в виде соло. Сейчас я покажу, как можно сохранить сэмпл, который вы записали где-нибудь в другом месте. То есть, можно просто открыть папку SliceItAudio и перерыть кучу сэмплов и найти свой, и скопировать в нужную папку. Можно сделать проще. Можно нажать либо правой кнопкой по иконке сэмпла, выбрать Edit Sample, откроется знакомый нам редактор Edison, в котором в прошлый раз мы удаляли шум из сэмплов. Либо же на сэмпле, который находится в трек-листе, также нажать на вот эту маленькую штучку впереди и выбрать тоже Edit Sample. Откроется то же самое. Затем в этом редакторе мы нажимаем иконку с плюсом и выбираем путь, куда хотим сохранить. Здесь у меня уже выбран путь. При этом перебор я сохранил в mp3. Как сохранить в mp3? Видите, внизу вот тип файла. Меняем WAV на нужный нам формат. mp3, OH, FLAG и так далее. Компенсированный WAV. Нажимаю mp3, появляется вот мой перебор и нажимаем сохранить. Спрашивается про битрейт, но я всегда по умолчанию ставлю. Какой есть, вот посредний. Нажимаем accept, идет конвертация звука. И все, он сохранен. И затем я отсюда могу перетаскивать. Почему я люблю перетаскивать отсюда на трек-листе? Потому что, когда мы перетаскиваем отсюда, AFL Studio пытается подогнать этот трек-лист под ваш темп. Иногда пытается, иногда нет. Но все равно это удобно. Вот. Итак, мы научились сохранять наши записанные сэмплы. Мы научились размещать их в левом меню. Там, где нам удобно. И сейчас мы рассмотрим, как обрабатывать наш звук. То есть, если мы его сейчас послушаем. Звучит деревянно. Это потому, что я пишу звуки на микрофон ноутбука. с обычной акустической гитарой тримбита. За 2000 гривен. Сюда же записывается шелестение руки об струны. Это те щелчки и скрипы. Скрип моего стуга. Сопение моего носа. И все-таки звук нужно как... И звук сам по себе какой-то приглушенный деревянный. Здесь сильно много я слышу средних частот. И я слышу, как моя рука шелестит об струны. И даже вырезка шума не убрала это все. Поэтому мы сейчас будем обрабатывать данный звук. Остановлю. Для этого мы нажимаем вот на третью кнопку. Там, где у нас инструменты. и выбираем здесь аудио. В менюшке. Аудио. Затем мы ползунком перетаскиваем. То есть зажимаем левую клавишу мыши на цифре и перетаскиваем на нужный канал. В данном случае четыре первых канала заняты ударными инструментами. Поэтому я перебор перетаскиваю на пятый канал. Чтобы перейти на канал кликаю два раза по данной цифре. У меня уже здесь куча эффектов накида. Но я их сейчас поубираю. Я просто тренировался немного. Поудаляем. И поговорим об этом поподробнее. ой, извините. Вот. Сейчас мы видим пятый канал который выделен куда направлен наш перебор. Тут же мы должны этот канал правильно наименовать. Я уже наименовал переименовал забыл это слово как правильно сказать. Нужно сразу же его понятно назвать чтобы на будущее не путаться. Потому что ой, как будете путаться. Ну, каким-то цветом выделим для интереса. Вот. Далее. Первое, что мы делаем с гитарным звуком который мы записали даже если мы его записали на качественной аппаратуре это стереорасширение делаем. переходим для этого вот канал выделен а справа мы видим эффекты которые мы можем наложить на этот канал. Я тут сразу поспешил куда мы переходим я должен объяснить что вот на каждом канале будет свой набор эффектов видите вот здесь ничего нет а здесь уже их куча кликаю на пятый канал пусто кликаю на шестой куча эффектов кликаю на седьмой пусто вот второе звук всегда движется по эффектам от первого до последнего то есть сверху вниз это иногда бывает важно что к примеру реверберация должна быть после дисторшина а эквалайзер в самом конце потому что трудно настраивать эквалайзером звук если после него там какие-то эффекты идут реверберация или дисторшин и так далее и по каналу звук тоже движется сверху вниз то есть все эти эффекты применяются именно в такой последовательности и затем он выходит вот по этому шнурку и уходит в мастер-канал это я уже говорил что в прошлом уроке что у каждого канала есть свой мастер-канал то есть если я здесь уменьшу громкость на мастер-канал здесь она уже будет выведена на четвертом канале на пятом уменьшенной поэтому возвращаю на место и переходим к нашим эффектам вот нажимаете стрелочку или по самому слову слот вот здесь щелкаете и выбираете нужный эффект можно вот этого меню изменять видимость то есть вот есть кнопочки симпл видите все в куче есть кнопочка категорию то есть это тот же симпл только разбитый на категории ну а мне удобнее всего вот три когда разбито все по дереву по дереву вот и сначала мы сделаем стерео расширение и послушаем как это будет звучать стерео расширение у нас находится в меню гейн здесь стерео эндченджер вот открылся у нас стерео эндченджер и видите пресет здесь окошко и мы стрелкой вправо выбираем пресет фо стрим я ленивый человек не люблю настраивать вручную поэтому просто выбираю пресет рассчитанный для струнных инструментов и слушаем как звучит я надену наушники а то мне еще самому непонятно в чем разница надел отключаю слышите как так звучит эспресс это более мягко более так приятно более естественно то есть практически мы уже удалили вот те недостатки которые были в благодаря записи на микрофон ноутбука что микрофон сам по себе слабенький на такие вещи не рассчитан но уже это звучит далее что мы сюда можем добавить эквалайзер это понятно но я думаю еще немножко немножко добавить реверберации совсем чуть-чуть или не надо чуть-чуть добавим переходим снова клацаем на канале вернее не на канале на слоте эффектом вот на стрелочке select и где у нас вот дилей и реверб дилей мы не будем использовать перейду на фрути реверб 2 можно использовать фрути карповер но я его немножко не понимаю фрути реверб 2 он очень простой здесь вот размер комнаты услышите сразу зазвучало уже более приятно вот размер комнаты его можно вот этой вот крутилкой то есть клацаем на крутилку левой кнопкой зажимаем тащим вверх увеличивается комната тащим вниз уменьшается можно то же самое сделать кликнув левой кнопкой мыши на картинке и тоже тащить ее вверх вниз а если тащить влево вправо то изменяется конфигурация комнаты ну чем она квадратнее тем реверберация грубее поэтому делаем такую вот кругленькую и не очень большую вот такую средненькую значит вот диф это когда мы влево вправо тащим мышкой по картинке это вот эта вот крутилка вверх вниз это вот эта вот крутилка можно сделать такой скромный дилей он здесь не очень классный и синхронизировать его с темпом то есть дилей это когда звук еще повторяется немножко динь 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 вет вот видите ползунок вет это уже уровень самого эффекта вот мы его вытягиваем вверх и очень громко слышим реверберацию то есть если слушать на домашнем кинотеатре с эффектом волк это вообще будет невозможно слышать а в наушниках звучит нормально или на клубной аппаратуре будет нормально ну вот именно в домашних кинотеатрах там и так есть эффект волк который такую реверберацию сделает очень яркой явной и это будет неприятно поэтому делаем уровень звука такой маленький звука именно саму реверберации самого эффекта а dry это чистый звук который входит на канал то есть мы можем их соответствие здесь регулировать также мы можем регулировать данное соответствие вот этой вот крутилочкой видите где эффект и есть крутилка тоже мы можем относительно чистого звука изменять звук громкость эффекта вот ну и зелененькая кнопочка это включать выключать эффект послушаем с реверберацией и без нее почти незаметная но есть такая приятная составляющая появилась ну и последнее это эквалайзер как по-моему его нужно размещать в самом конце или почти в конце потому что в самом конце там вдруг еще что-то придумает поэтому эквалайзер я всегда размещаю на предпоследнем слоте нажимаем на нем переходим на select и вот фильтр фильтр и здесь руки параметры эко 2 чем он мне нравится что здесь можно вот это вот штучка кружочек он не привязан конкретно к своей частоте то есть мы можем одним кружочком изменить все частоты то есть важна именно вот кривая сама а не кружок уже позволяет играться с кривой еще здесь есть такие штуки как характер кривой вот здесь вот я знаю где-то на четвертом кружочке у меня вот эти вот неприятные щелчки всякие где я тру рукой по струнам оно записывается если бы я записывал на нормальный звукосниматель то этого не было бы но я записываю просто гитару на микрофон ноутбук поэтому берем находим где этот кружочек у нас вот четвертый справа наводим на стрелку на вот эту вот иконку вверху которая представляет из себя сейчас ромбовидную звездочку и тащим вверх или вниз изменяем этим характером самой линии видите вот и я тащу до того момента пока она резко вниз не уйдет а ширину вот этого воронки можно изменять точечкой которая под иконкой верхней иконкой вот точечка видите мы можем тоже нажать на нее левой кнопкой зажать ее и тащить вверх вот видите две точки появились это шире у нас вырезка три точки это еще шире вырезка а вниз когда тащим то там не точки появляются такие пустотелые квадратики это я не знаю что это такое мне кажется это то же самое ну да ладно на два квадратика сделаем теперь верхние частоты сделаем повыше чтобы оно звучало как электрогитара а этот вот посовываю четвертый наш утопленный вниз резко участок посовываю теперь поищу где меньше всего слышно неприятные моменты отец отец в и 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 по-моему вот это приятный звук ну вот добились нужного звучания это уже звучит как нормальная гитара теперь мы поработаем еще соло мы ее сразу перенаправляем на седьмой канал потому что шестыми уже ковырялся там куча эффектов навешанных будет немножко непонятно клацаем войным щелчком по цифре 7 и переходим на канал номер 7 и здесь мы тоже начнем со стерео энченджера опять нажимаем на слот выбираем select gain или gain не знаю как правильно и стерео энченджер пресетом щелкаем до слова for string вот уже как-то зазвучало сюда мы вставим небольшой дисторшн кстати я пробовал стерео энченджер ставить перед и после дисторшн одинаково опять нажимаем select дисторшн мне вот этот простенький нравится хотя играл я на крутой приставки ну здесь мне нравится вот этот простенький значит прибенд накручиваем немножко x100 накручиваем цвет предусмотреть чтобы звучало не так жестко накручиваем постфильтр он запрекушит на звук пардон отвлекся возвращаемся сейчас я вижу что он очень громко звучит поэтому ставлю его немножко тише или громче поставлю этот перебор а то он у нас заглушает перебор сильно вот видите насколько пришлось уменьшить и сразу нажимаю позываю понятно чтобы потом не ковыряться и не искать где оно что-то мне в нем не сильно нравится не пойму что вот это уже дисторшн теперь нужно на него поставить какой-то дилей выбираю select delay reverb и выбираю delay 3 он мне нравится я буду показывать те инструменты что мне нравится сейчас вот такой вот ужас звучит time это время повторения то есть 4 это целое вот синхронизировано с темпом видите 4 это 4 четвертушки то есть это целая нота идет повторение вот так вот через три ноты идет повторение через три черти пятушки и так через три четвертушки мне кажется будет наиболее подходящим именно вот это это повторение и теперь количество повторений уменьшаем оно у нас слишком много вот так вот два три повторения по моему там идет нормально теперь вот output это вот это уровень чистого сигнала это уровень уже самого дилея уменьшаем его потому что он слишком мешает так уже приятно и вот эти вот крутилочки это еще есть количество повторений между вот этими четвертушками то есть там тоже могут быть такие модуляции какие-то менее слышны но тоже придают свою красоту вот чем больше выводим левел тем больше их будет в этом промежутке между этими четвертушками то есть пам-пам-пам-пам-пам это основное повторение между ними еще там будут какие-то вот накручу побольше чтобы было слышно сприт это стерео распыление расширение уже самых повторений уже интересно звучит модуляцию не трогаем пока что вот стерео это скажем так опять таки стерео расширение основных повторений а пинг-понг это будет повторение будет идти не в два канала а то в левый то в правый канал ну я думаю вы слышите разницу сейчас я просто уберу dry чистый звук и оставлю ну почти уберу и оставлю wet слышите то в левый то в правый канал идёт просто идёт повторение с таким стерео расширением которое мы можем регулировать то есть вот эта вот крутилка относится только к положению стерео в других положениях оно значения не имеет ну возвращаемся на место и делаем такой лёгкий дилей и добавим тоже небольшой реверп чтобы насытить наш звук здесь дилей не будем включать потому что у нас и так есть а вот здесь я ещё не сказал две крутилочки которые вырезают низкие высокие частоты причём на высоких частотах когда выведена вырезалка на всю то это наоборот они не вырезаны а вот так вот вырезаются а в низких частотах всё наоборот вот так вот они вырезаны то есть так они не вырезаны а так вырезаются а 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 все равно звук какой-то корявый несмотря ни на что поэтому мы добиваем его эквалайзером а 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 Вот такой вот хочу мягкий приглушенный дискторшен. Причем вместо эквалайзера можно улучшить звук такой штуки как sound gooddizer, сейчас я покажу это. Если вам лень с этим всем возиться, что я сейчас делаю, с эквалайзером и стереоинченджером, хотя нет стереоинченджер пригодится. Попробуем на 8 канал сейчас звук перенаправить. И здесь просто выбираем в разделе Dynamics Sound Gooddizer. И выбираем один из пресетов. Вот уже хорошо звучит. И потом навешиваем все остальное. Но данный инструмент на самом деле относится уже к инструментам мастеринга. Поэтому то, что он делает, лучше уже делать на мастер-канале, когда вы сводите всю композицию. Ну, как для ленивых начинающих, таких как я, лучше использовать этот инструмент. Вернее, я его долго использовал, но сейчас как-то больше нравится поковыряться с настройками эквалайзера и так далее. Вот что мы получили в конечном итоге. Где-то он мне не нравится еще. Может, так резко и не нужно его вырезать. Играет музыка. Играет музыка. Здесь мы Pentlock Он Г chia руки. ну и теперь немножко не аудио опять потренируемся делать синтезаторное звучание на барабанах сколько уже записывается там вот сейчас мы быстро переходим на он сортов здесь рисуем да здесь у нас 4 такта вернее один так 4 четвертушки и 4 такта сюда я уже забыл музыкальную грамоту в общем это раз-два-три-четыре поэтому пишем барабаны кики это будет раз и два и три и четыре на четыре втука это вот так вот все таки а клэп у нас здесь вот бьет на вторую и четвертую ну и хеты будут вот так вот через одну восьмушки что получится тоже что и нужно было теперь куда это все записалось как я показывал в прошлом уроке записалась это все активный паттерн то есть шаблон в данном случае паттерн один у нас был активным шаблоном сюда она и записалась и сюда мы его и перетаскиваем и затем так как у нас выделена вот эта вот кнопочка кисточка мы можем просто зажать левую кнопку и провести все это влево так сказать выделив можем убрать лишний хвостик из соло чтобы он нам не мешал просто захватив край и перетащим кстати если вы нажимаете кнопку alt еще это перетаскивается плавно если не нажимаете кнопку alt то перетаскивается вот по четвертушкам поэтому зажимаем alt и убираем сколько нам нужно и слушаем что вышло аль пардон нажимаем сюда какой-то без пошли все равно жестковатый я не выдержу немножко его мечу вот это вот оно ну и допишем бас или нет нет бас мы не будем дописывать уже мы долго разговариваем в следующем уроке я уже покажу как играть на клавишных инструментах как писать бас и как писать аккорды и делать из этих аккордов красивые обалденные арпеджи даже не умея играть на клавишах все а пока что думаю мы разобрались значит что мы выучили на этом уроке мы научились сохранять нужные нам места аудио треки аудио сэмплы мы научились размещать их вот здесь вот в левой части вот мы научились навешивать эффекты на наши каналы и мы разобрались как проходит звук по каналам вот сверху вниз и на мастер канал и отсюда уже снизу вверх вот или тоже наверно вот так вот на мастер канал а по нему опять сверху вниз вот тут насчет этого не буду врать не скажу мне кажется судя по стрелке все таки вот так вот это проходит теперь что мы еще выучили мы выучили несколько эффектов которые можем использовать для обработки аудио вот выучили три новые кнопки 4 вернее вот на следующем уроке мы научимся пользоваться вот этим вот пиано роллом то есть писать партии по нотам делать из этих партий арпеджио а также просто писать какие-то клавишные композиции мы напишем бас вот то есть пока что мы умеем только вот здесь вот писать клавишные композиции но естественно если вы хотите играть по нотам это не подойдет мы научимся пользоваться пиано роллом все до новых встреч пока всем спасибо за внимание